Сашенька, а что ты на гироскутере катаешься? Что-то мне какие-то слухи дошли, что кто-то двойку получил и мне ничего не сказал. Было это или не было? Было двойку, ничего не было. Арсений, так это наверное ты двойку получил. Было или не было? Двойку, мам, не было такого. Ну сейчас я вас выведу на чистую воду. А ну-ка сойдитесь на диван быстренько. Сейчас ребята мы быстренько узнаем, что было и чего не было. Готовьтесь. В смысле, мама? Что было, а что не было? Раздвигаемся. А сейчас ребята, мы выясним, что было, а чего не было. Итак, смотрите, у меня здесь собраны вопросы для Саши и для Арсений. И они должны будут ответить, было это или не было. Это что, челлендж? Ну почти. Итак, начинаем мы сегодня с кого? С маленького. С большого? С маленького? Да, вот как он челленджер? Давайте на Чифифо. Чифифо. Я. И Арсений, и Саша у нас начинает. Саша, тяни. Здесь вот такие очень коварные вопросы, на которых, ребята, я думаю, вам будет интересно получить ответы. Давай, я буду читать. Саша, ты когда-нибудь ходил в грязной одежде? Отвечай, только правду. И ничего, как не правду. Да, на улице один раз. А в чем же ты был вымазан? В воде. Мокрый водил? Да. Ну ладно, вода не считается. А где ты умудрился вымочиться? Тогда я в лужу упал. В лужу? Ха, ребята, Саша упал в лужу. А с чего? Шел, шел и упал? Нет, я на гироскутере был. И как это произошло? Я просто ехал, гироскутера затрешься, а я упал в лужу. Ребята, вот это смешной ход. Я даже такого не знала, если честно. Итак, теперь тебя, Анташ, Арсений. Потом я высох. Высох? Да. Итак, что же попалось нашему Арсению? Арсений, ты скажи по правде, забывала ли ты специально тетради с домашними заданиями? Наверное, не сделанными с домашними заданиями. Нет. Как нет? Это читательский дневник. А, да. Ребята, даже я знаю один такой случай. Арсений нас решил обмануть. Но он один раз специально не прочитал в читательский дневник, не записав ничего. А с того, было его дома. Было такое? Да. Ай, стыдно, стыдно, стыдно. Ай-яй-яй, теперь Саня. Ну-ка, что же попалось нашему Санче? Ребята, вам интересно? Ел ли Саша в тайне вкусняшки? Тайкон, ты кушал вкусняшки? Нет. Никогда не брал конфеты втихаря, не ел от брата и от сестры? Брал. Брал. На пухле там лежали на верхней полочке, и я их все время тостала. Те, которые спрятаны? Да. А, вот что интересно выясняется. А я думаю, а куда пропадают все вкусняшки? Так, вот у нас кто тырил. Так, Санек, будет серьезный разговор по этому поводу. Арсень, твоя очередь. Ребята, интересно, что же попалось в этот раз Арсению? Арсень, а ты ел грязные фрукты? Ел. Никогда не ел ни грязного яблока. Не ел? Молодец. Попально. Ход переходит к Саше. Саша, что же у тебя будет? У нашего Саша. Ход тоже про грязь. А ты ел когда-нибудь грязными руками? Не мылок перед едой? Нет. А я ел. Арсений ел грязными руками? Не мылок? Саша, ты всегда можешь руки перед едой? Не всегда. Ну, значит, получается. Но часто. Так ты, получается, ел когда-то грязными руками? Да. А что сразу говоришь, что нет? Воронишка. А, смотрите, один воронишка и второй воронишка тянет Арсений. Ой. И что же, у тебя, дружище? Да. Две. Три. Три. Вытянули в один раз. И. Арсений, ты когда-нибудь вступал в какашку? Нет. Да, Сафи, я ему. А если подумать. Софий, я бы когда-нибудь внула валька, ну, какой Арсений ногой, что я бы потом берал в туалет. Нет. Я такого не знаю, если честно. Арсений, когда я вступал в какашку? Нет. Арсений такой, он не помнит, что-то Саша придумал. Да, может, это ты вступил, а тут на Арсения решил сказать. Нет. Читай. Бил брата. Саша, ты бил когда-нибудь Арсения? Да. И он меня бил. Представляете, ребята, все не так уж и гладко у братьев. Бьются они, видите? Ай-яй-яй, биться нехорошо, правда? Сейчас Арсений тянет. Саша, Арсенька, поаккуратнее немножко. И у Арсения задание, какой, вернее, вопрос? Ходил в школу, Лисы. Не выученными уроками. Арсений, ходил. Нет. А я тебе хочу сказать, что это неправда. Ходил ты с не выученными уроками. Когда двойки приносил, тогда и ходил. Это когда забывал рабочий тетератку. Когда рабочий тетератку забыл, да? Когда не готов, не записал цветательский дневник. Да. Это не урок. Но все равно. Не выучено дело. И у Саши у нас попался. Дрался ли наш Саша в школе? Нет. Вообще нас с Сашей не дрочит. И в школе себя ведет очень прилично. Прилично и прилежно, да. Саша никогда не дрался. Вау, Арсенька дрался. Это я с уверенностью. Арсенечка, аккуратно. С уверенностью могу сказать, что Саша никогда не дрался. А вот Арсенька правда. Падал ли ты с велика? Очень много раз. Падал с велика. Ребята, а вы когда-нибудь падали с велика? Саш, ты падал? Да, когда учился кататься. Когда учился кататься. Ребята, а если вы падали с велика, напишите нам в комментариях. Нам будет интересно узнать, правда? Ребята, и на следующий вопрос отвечает наш... Александр. Саша, да. Вот этот давай, какой? И это вопрос... Ух, хороший вопросик. Пукал ли ты в лифте? Нет. А, подумай. Точно никогда. Ага. Ага, никогда не в перде луне. Понятно. Либо, ну, не знаю, это как бы дело такое личное. Тут мне сказать, правда это или не правда, сложно, но будем надеяться, что это правда. Тянет теперь Арсенька. В перде луне. Пукал, пукал. Мы говорим красиво. И... Арсенька, ты когда-нибудь обзывал свою учительницу про себя? Да. Саша, наверное, обзывал. Нет, Арсенька не обзывал. Он никогда не обзывал. При мне никогда не обзывал. А сам? Обзывал ты когда-нибудь про себя? Один раз. И как ты ее про себя назвал? Беспамятная. Беспамятная? Да. А что, нас забыло что-то? Да. А что нас забыло? Было давно. Было давно, и ты ее беспамятная назвал? Ага, два года назад. Ну что, Сань, твоя очередь. Давай. Забывал ли ты, Саша? Что сделать? Очистить зубы. Ну? Один раз. Я вообще не только забывала иногда. А я бы сказала, и даже не один раз. Мы почти каждое утро не чистим. А я каждое утро уже чистишь. Не чистишь зубы? А что ж ты Ваня по полчаса делаешь? Ванюшки шуру. Я тоже чисти зубы. Ребята, очень, кстати, полезно чисти зубы. Никогда не забывайте, иначе зубы будут просто некрасивые. И желтые. Погоди, я буду. Арсенечка, не раскидывай, пожалуйста. Вот, все. Узрене бумажка. Получал ли ты двойку, Арсенечка? Очень, очень, очень много раз. Ну, неправда, много раз это неправда. Потому что у них просто не ставят еще оценки. Но замечание приносил. Такое было. А Саша ли? Ты даже на перемене. На перемене когда-нибудь доделал домашку? Нет. Всегда делаешь дома? Да. Ну что, теперь Арсений. И у нас вопрос. Полол ли ты у бабушки гряд? Когда был, каждый раз. Каждый раз полол? Я же бабушка просила. Если бабушка просила, ты полол? Ты хороший внук, да? Теперь Саша, не давай я. Надо сам мать. Давай. Не спеши, а то попадешь перед батикой в пекло. Обманывал ли ты родителей, Саша? Ага. Ну давай, по правде отвечай на такой вопрос. Да. Обманывал? Угу. Ну какой твой самый злостный обман? Когда мама спросила, взял ли ты физкультуру утром? Да. А он сказал, да. А на самом деле, когда мама пришла выбирать, не было физкультурной формы. Ай-яй-яй, было, ребята. Да, я тоже знаю такой случай, когда Саша меня обманул. И это было потом ему очень неприятно, правда? Стыдно было? Да. Вот. Никогда не обманывайте, особенно родителей. Потому что все тайное всегда становится явным. А теперь Арс. Арсений, терял ли ты деньги? Да. И вы дома вчера рубали-рубали. Ребята, реально, у нас Арсений деньги теряет почему-то очень часто. И можно за ним ходить хвостики, собирать копейки только в путь. Это так? Нет. Растерявшая наша. У Саши попался вопрос. Саша, а ты когда-нибудь стирал плохую оценку из дневника? Нет. Это невозможно. Нам всем ручкой ставят. Это правда. Да, оценки Саша не стирал, это я точно знаю. Как можно оценки свои стирать? Ну, выводят некоторые, как-то стараются спрятать от родителей плохую оценку и стирают. Ну, ты молодец в этом плане. Просто у тебя оценок плохих нет. Писала, Арсений, или ты в море? Нет. Никогда. А я думаю, этим делом грешит каждый. Каждый, я уверена, когда-то где-то в море. Значит, это ты? Или в душе. Значит, это ты? Я тоже не без греха. А Саш, и твое. Давай, выбирай одну из двух. Последние остались. Нет. Саша попался вопрос. Целовался ли ты с девочкой? Нет. Еще у нас Сашка пока нет у него девочки, да? Да. И он ни с кем еще не целовался. Значит, похуже будет? Арсений, ломал ли ты себе что-нибудь? Руку, ногу? Лопу. Нет. Саша. Нет, Арсения нашего никогда не было ни перелома вне руки, ни ноги. Один раз был очень сильный ушиб ноги, что мы подумали, что перелом. Но все обошлось. И все было нормально. Зубы ломал. Ну что, теперь давайте прощаться. Ребята, если вам понравился наш челлендж, обязательно ставьте лайки, пишите нам комментарии и подписывайтесь на канал Бросшоу Геймс. Всем пока-пока. Пока-пока. И не забывайте про колокольчик. Да. Пока-пока. 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 Пока-пока.